ВЕСТИ ДАГЕСТАН Доброе утро! Сегодня четверг, 22 февраля, в студии Бедерниси Гусейнова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расследованием дел о преступлениях террористической и экстремистской направленности. Сергей Дубровин отчитался и о расследованиях тяжких, особо тяжких, коррупционных преступлениях, а также в сфере топливно-энергетического комплекса. В производстве следователей в 2017 году находилось 338 уголовных дел коррупционной направленности, что на 13,5% больше, чем в 2016 году. Отметь, что в 2017 году в производстве следователей находились более сложные и многоэпизодные уголовные дела о коррупционных и должностных преступлениях. К уголовной ответственности пришло 25 должностных лиц, обладающих особым правовым статусом. Это главы городов, районов, сельских поселений, депутаты, муниципалитетов. Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в свою очередь отметил. Нет задачи привлечь к уголовной ответственности в той системе координат, в которой сегодня оказались многие люди в определенных отраслях. Всех. Нет такой задачи. Мы, наоборот, даем возможность выйти из этого положения, но деятельным путем платить налоги. Одно. Ну, а потом, дальше, естественно, пойдет процесс. Вопросов очень много. Это земельные законодательства, трудовые отношения, это такие жизненные имущественные права, личностные права граждан. Очень много претензий у людей. И они все ждут, что я их изменю. Это немыслимо. Немыслимо, если мы не будем действовать сообща, вместе. Премьер-министр Артем Сдунов провел заседание правительства. Основным вопросом стала повестка к предстоящему чемпионату Европы по вольной борьбе, организация, состояние инфраструктуры для встречи и размещения участников, туристические маршруты для гостей. Ответственные отчитались о проделанной работе. И здесь слово довольно критичное взял премьер. Нурлан Алиев продолжит. Подготовка к чемпионату Европы по борьбе в республике идет полным ходом. Соревнования такого масштаба в Дагестане до этого не проводились. До апреля нужно успеть многое. Отчитывается о проводимой работе Анатолий Карибов. Уже отобраны 300 волонтеров. Они пройдут специальное обучение. Разрабатывается их экипировка. Председатель правительства акцентирует внимание на том, что добровольцев должно быть видно издалека и непременно они должны владеть иностранными языками. Кстати, в дни турнира будут работать 40 переводчиков. Уже определены места парковок у стадиона «Анжи-Арена» и спорткомплекса имени Али Алиева. По дворце спорта Али Алиева завершена работа. По расширению разбирательного спортивного зала. Для участников соревнований продолжаются работы. Что здесь осталось? Вик трибуны. Там идет переформирование кресел и столиков. И трибуны для СМИ и судей. За церемонию открытия отвечает Министерство культуры. Готовится грандиозное шоу. Сагид Пашаумаханов ответственен за транспорт и связь. Всего будет задействовано 35 автобусов, в том числе для спортсменов и болельщиков. Сигналы сотовой связи будут усилены, а интернет – бесперебойным. Вопросы безопасности члены правительства обсудят отдельно. По части организации досуга гостей и участников чемпионата рассказала Рабиадзакава. Однако ее доклад Артем Аздунова не устроил. Что туристы будут делать у нас в городе на время проведения чемпионата? Как мы подготовились? Или они будут в гостинице сидеть, выезжать, смотреть спортивный чемпионат и приезжать обратно? И смотреть на стойки сувенирной продукции? Как готовы предприниматели к этому? Как готовы наши улицы к этому? Какие будут мероприятия проходить? Мы как продаем? Как город заработает на это? Мы огромные деньги вкладываем. Поверьте мне, наши предприниматели после этого должны вздохнуть. Это огромный объем денежных средств, которые они через себя пропустят. Премьер-министр попросил озвучить конкретные маршруты для туристов, особенно по Махачкале, но ответа так и не услышал. Слушаю вас, да? Да. С маршрутами у нас проблем не возникнет, уважаемые? А мне кажется, возникнет. У нас огромные проблемы возникнет с маршрутами, потому что нам негде водить туристов. Я прошелся по городу и посмотрел. Кроме стыда, ничего испытывать мы не будем, если мы не подготовимся за это время. Итог обсуждения первого вопроса глава кабинета министров подвел весьма лаконично. В части подготовки города мы не готовы принять свой чемпионат. Пока не готовы. Второй вопрос о качестве воды и организации водоснабжения начался с увлекательного спора между Министерством строительства, администрациями Дербента, Дербенского района и Дагестанских огней. Там никак не могут решить вопрос с очистными сооружениями. Тем временем люди пьют некачественную воду. И здесь точку в споре, но не в проблеме в целом, пришлось ставить Артему Сдунову. Оказывается, финансы есть, которых нет. И документы есть, которых нет. Этот вопрос разберем просто показательно, потому что так дело не пойдет. Две трети населения Дагестана потребляют грязную питьевую воду. Это уже из отчета Элеонора Амариевой. Поселки Семендер и Красноармейск пьют практически неочищенную воду. В Кизляре и районе уровень мышейка превышает в разы. В 14 населенных пунктах республики обнаружены различные микробы и бактерии. Критическая ситуация в Карабдахкенском районе. Отсюда и рост числа онкологически больных, и небывалые цифры по зараженным дизентерией. В структуре, мы знаем, после кишечных инфекций, бактериальной дизентерии, дизентерии Эрфлекснера. Это прямое свидетельство о реализации угодного передачи инфекций. Все напрямую связано с некачественным водоснабжением. По дизентерии видели, по онкологии видели цифры. А что происходит? В чем дело? Вы представляете, что это такое вообще? Мы что, сами себя отравим? 65 тысяч в 21 веке дизентерия. И все спокойно сидят на это, смотрят? Так, коллеги, значит, здесь вопросы, я бы сказал, не уровни правительства, это вопрос прокуратуры. Я уже дал свою оценку деятельности. Сегодня в 14 часов театр поэзии приглашает на встречу. Герой «Самая короткая профессия», посвященную герою России Магомеду Нурбагандову. О мероприятии участниках директор театра Елена Гарунова. 22 февраля у нас в театре состоится очень важное, на наш взгляд, событие, которое появилось в нашей афише и в плане работы нашего театра. Благодаря тому, что к нам пришла совершенно замечательный человек Радия Исаевна, которая принесла в наш театр сборник творческих работ, посвященных памяти героя России Магомеда Нурбагандова. Сборник издан в Буйнакском районном центре развития Буйнакского района и называется «Герой – это самая короткая профессия на свете». В сборник включены работы и взрослых, и детей школьного возраста Буйнакского района, которые посвящены памяти героя России Магомеда Нурбагандова. Познакомившись с этим сборником, мы посчитали необходимым пригласить в наш театр ребят, которые писали сочинения или стихотворения под впечатлением событий, которые произошли. И это очень трогательные, очень тонкие, очень яркие произведения, которые попали в этот сборник. И мы посчитали необходимым, чтобы дети махачкалинских школ послушали вот эти произведения из уст самих их авторов. Благодаря муниципальному отделу образования Буйнакского района эти ребята приедут и будут выступать. В мероприятии примет участие школьники махачкалинских школ и будут участниками и выступающими членами Союза писателей Дагестана, которые представят недавно изданную в Москве антологию поэтическую, которая так и называется «Работайте, братья». И некоторых поэтов из нашей республики произведения включены в этот большой общероссийский свод антологии произведения на патриотическую тематику. Кроме того, мы пригласили для участия в нашем мероприятии Рустамова Ахмеда Гаджибубаевича. Это представитель аппарата АТК Республики Дагестан. В Национальном музее Тахагоди прошел урок мужества эхо-афганской войны для учащихся махачкалинских школ. Среди приглашенных гостей были воины-интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане, полковник Магомед Нурасул Магомедов и Аюбхан Мирзуев. Сегодня в Дагосмедуниверситете продолжит свою работу Всероссийская межвузовская олимпиада по первой помощи «Спаси и сохрани». Радио России Дагестан. Погода. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается местами слабый дождь, в горных районах осадки, туман, ветер восточный и юго-восточный 6,11, в горных районах переменной до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем 2,7 тепла, в горных районах 6,11, местами до плюсы 14. В Махачкале сегодня ожидается небольшой дождь, ветер слабый, температура воздуха 5,7 тепла, вода в море 3 градуса. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан», вела выпуск Бедерниса Гусейнова, звукорежиссер Мумина Талиева. О событиях дня 18.10. А мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей. В эфире Радио России Дагестан.